добрый день меня зовут дмитрий городников проект территория роста тема сегодняшнего видео урока как установить и настроить skype на компьютере специально для этого я со своего персонального компьютера удалил эту программу и сейчас буду ее устанавливать вместе с вами для этого нам понадобится любая поисковая система в сети интернет у меня это яндекс у вас может быть google rambler mail как вам будет удобнее в поисковую строку я пишу скачать skype скачать skype рекомендую вам загружать skype с официального сайта skype точка ком нажимаем вот сюда вот загрузить skype для рабочего стола как видим на этом официальном сайте мы можем установить skype для компьютера мобильного планшета и других устройств сегодня нас интересует исключительно skype для компьютера установить skype для windows нажимаем система безопасности компьютера будет вас предупреждать что установочный файл а является бинарным файлом вы действительно хотите сохранить этот файл нажимаете да я хочу сохранить файл жмем сохранить после этого вам нужно указать место для хранения этого загрузочного файла рекомендую использовать папки в которых вы храните документы у меня это диск и архив нажимаем сохранить началась загрузка установочного файла вот справа вверху мы видим что остается две минутки до окончания загрузки то есть нам нужно немножко подождать как вы видите загрузка установочного файла завершилась мы заходим загрузки и нажимаем на установочный файл система безопасности вновь вас спрашивает вы уверены что вы хотите запустить этот файл потому что производителя его проверить не удается вы нажимаете выполнить далее четко следуем инструкциям которые которые видим на экране и так язык установки русский я согласен далее от дополнительно услуг мы отказываемся убираем отсюда галочки и нажимаем продолжить начинается установка скайп процесс может занять несколько минут давайте немного подождем как вы видите скайп успешно установлен на наш компьютер сворачиваем все ненужные окошечки оставляем только окошечко скайп а как видите здесь нужно чтобы войти ввести свой логин а также пароль у нас нет ни логина ни пароля поэтому мы создаем свою учетную запись нажимаем создать учетную запись для создания учетные записи то есть для регистрации нам необходимо ввести свое имя фамилию адрес электронной почты продублировать его а также заполнить все колоночки с личными данными давайте начнем имя итак предположим что меня зовут Дмитрий а фамилия моя Петров я специально выбрал самую редкую фамилию адрес электронной почты лидер точка три единицы собака яндекс точка ру вы конечно же вводите свои имя фамилию а также свою собственную электронную почту вот в этом окошечке мы продублируем свой электронный адрес и переходим к заполнению личных данных каждый указывает свою дату рождения я несу свои сведения родился я 14 июля 1981 года пол у меня мужской страна Беларусь здесь можно выбрать из широчайшего перечня стран ту в которой проживаете вы город мой Витебск язык русский номер телефона Беларусь плюс 375 я ввожу 33 префикс 696 93 41 как вы предполагаете использовать skype пишите в основном для частных бесед далее необходимо придумать логин skype я рекомендую вам логин придумывать серьезный чтобы ваши потенциальные бизнес партнеры не хихикали когда вы им пишите или в вашей визитке указано указано что логин skype у вас бузька 2015 или пушистик форевер рекомендую в качестве логина skype писать вашу фамилию либо имя так для себя я напишу Дмитрий Петров Дмитрий Петров и предположим двоечку еще поставлю Дмитрий Петров второй далее необходимо придумать пароль пароль должен состоять минимум из восьми знаков и содержать хотя бы одну латинскую букву поэтому в начале пароля как правило я пишу какую-нибудь латинскую букву у меня например это будет Д а дальше я указываю свой номер телефона чтобы не забыть на всякий случай логин skype и пароль запишите на отдельном листочке и где-нибудь спрячьте на тот случай если память вас подведет вы всегда можете достать этот листочек посмотреть и вспомнить здесь нужно повторить пароль получать рассылку в виде смс не надо по электронной почте далее нужно ввести текст показанный на картиночке выше у меня не совсем разборчиво видно я обновлю опять плохо видно 14 17 по моему так 14 17 и нажимаю кнопку далее сейчас идет регистрация моего аккаунта вот пожалуйста дмитрий петров мой аккаунт зарегистрируем закрываем интернет и вот в окошечке которое у нас находится на рабочем столе мы вводим логин и пароль под которыми мы сейчас зарегистрировались я зарегистрировался под логином дмитрий петров дмитрий петров второй и пароль после этого нажимаем кнопку закрыть войти вот характерный звук что мы вошли в скайп готова осталась лишь пара мелочей я думаю что с этими мелочами с такими мелочами как установка аватара мы разберемся попозже нажимаем кнопочку закрыть расширяем страничку и наслаждаемся прекрасным белым экраном мы сети sky что нам дает эта система эта программа это запечатленный инструмент с помощью которого мы можем обмениваться сообщениями осуществлять видеозвонки передавать фотографии первое что вам необходимо сделать после регистрации в скайпе это найти человека который вас пригласил в этот бизнес человека который предложил вам открыть собственный интернет-магазин для этого вам необходимо в строку поиск ввести логин этого человека обычно вы его получаете на собеседовании я введу логин ну моего гипотетического спонсора это Городников 30 и нажимаю поиск skype я нашел своего спонсора ну то есть я нашел себя нажимаем на Дмитрия Городникова и видим что Дмитрий Городников не включен в ваш список контактов мы его добавляем в список контактов и отправляем ему свои контактные данные все после этого мы сообщаем ему что мы хотим с ним подружиться в скайпе он видит наш запрос добавляет вас в друзья дает вам всю необходимую информацию присоединяет вас как всем новостным информационным чатом и вы всегда в курсе событий с вами был я Дмитрий Городников проект Территория Роста всего доброго